Груженый лесовоз выезжает с территории Озерского лесничества в утренних сумерках. Нарушитель или легальный лесоруб? Их документы проверят другие, а нам, журналистам, работникам Минприроды и Росгвардии, пора двигаться дальше. Цель – окрестности села Озерки Тальменского района. Здесь, совсем рядом с Барнаулом, по словам работников природоохраны, кипит браконьерская жизнь. В основном, конечно, копытные животные. Лось, косуля, кабан – это у нас преимущество на эти виды. Совершается незаконная охота. Смотрим не только нарушения в области охоты. Внимание уделяем и вопросу незаконных рубок на данной территории. А Тальменский район у нас, все знают, это одна из криминогенных зон в этой области. Обычно нарушители ищут вот так прочесывая местность. Но Тальменские леса – это десятки тысяч гектаров и тысячи дорог. Так что решили привлечь новые технологии. В этом Минприроде помогает Росгвардия. Этот похожий на игрушечный самолет, далеко не игрушка. Дальность полета до 50 километров. Верхний потолок – 3000 метров. Камера, вон там, на носу видно дневное, ночное зрение и инфракрасное. То есть видит далеко и зорко. Силовики выясняют, как ведет себя аппарат при сильном морозе и ветре. Насколько быстро можно развернуть мобильный диспетчерский пункт. Одновременно с егерями оценивают, насколько полезен небесный наблюдатель и работники лесоохраны. Рубка балаба вот сейчас на данный момент, да, мы бы видели поваленные деревья. И хвоя зеленая, его хорошо видно. Сотрудник Озерского лесхоза признается, своего снегохода в распоряжении хозяйства нет. УАЗик зимой проедет не везде, так что наугад искать черных лесорубов сложно. Тоже говорят егери про браконьеров, а взгляд сверху сильно упрощает работу. Так происходит такая работа, да, у нас есть мобильные группы. Это вообще шикарно. Я уже как бы ориентируюсь по лесам. И примерно знаем, куда мне отправить мобильную группу. Там же так же подъехать на снегоходе. Конечно, попытаться задержать. В ходе этого рейда обнаружили две нелегальные пилорамы и больше ничего. Но защитники природы не расслабляются. В прошлом году только в одном озерском лесничестве выявили больше ста нарушений. Это лишь те, что успели заметить. В Минприроде надеются, что в ближайшем будущем беспилотные технологии помогут пресекать гораздо больше преступлений. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. Наши новости.